Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать от группы компании «Просвещение». Меня зовут Токарева Марина Викторовна, я являюсь ведущим методистом Центра естественно-математического образования группы компании «Просвещение». Но сегодня мы на вебинаре будем выступать вместе с Ириной Петровной Чередниченко, которая также является ведущим методистом. И мы сегодня обсудим с вами очень интересную тему развития у учащихся навыков самостоятельной работы на уроках биологии и во внеурочное время. Ну вообще вопрос, наверное, о развитии самостоятельной работы нас с вами интересует и как родителей, и как педагогов, и как, конечно, учителей-предметников. Поэтому, что необходимо для методики развития этих навыков, обязательно мы с вами все это и рассмотрим. Наша встреча будет продолжаться около 45 минут. Если у вас по ходу наших выступлений возникают вопросы, вы всегда можете их отметить в нашем чате или во вкладочке «Вопросы». Ну и, конечно, мы представители издательства, поэтому мы будем показывать вам сегодня и примеры из наших учебников. И вот на этом слайде вы видите как раз УМК «Линия жизни» под редакцией пасчика с 5 по 9 классы, где вы видите, каждому учебнику предлагаются рабочие тетради, методические материалы. Есть отдельная рабочая программа, которую также можно приобрести для 5-9 классов. И, коллеги, нужно сказать отдельно, что вот особенность именно УМК «Линия жизни», что мы действительно очень много даем важных рекомендаций для организации самостоятельной работы. Будь то с учебником, будь то, когда мы готовимся к экзамену, готовим ли мы презентацию, готовим ли мы с вами выступление и так далее. Мы сегодня с вами как раз об этом и поговорим. Ну, продолжение линии в старшей школе, кто работает по УМК «Линия жизни» как раз и являются учебники базового уровня под редакцией пасечника «Линия жизни 10-11». Или кто работает в углубленных классах, преподает биологию, имеет 3 часа в неделю в 10 классе и в 11 классе. Пожалуйста, это УМК «Пасечника» для углубленного изучения биологии. Также мы с вами сегодня увидим примеры учебников под редакцией «Шумного Дымшица» — это углубленный уровень. У нас выходит на протяжении 25 лет комплект базового уровня — это учебник под редакцией «Беляева». Есть комплект «Сферы 10-11» — автор Пучеменко и другие. И комплект «Естествознание» — это интеграция «Лабиринт» 10-11 класса. Ну, давайте перейдем непосредственно, конечно, к нашим вопросам и что касается организации внеурочной деятельности, формирования именно самостоятельной работы в рамках этой деятельности. Здесь мы, как издательство просвещения, предлагаем целую серию книг. Вы видите совершенно разного направления. Социальное направление, общекультурное, общеинтеллектуальное, куда входят книги и по экологии, и практикум. И прекрасные книги по математике, решении задач повышенной сложности. И прекрасные другие издания, где, что очень важно, 40% материала — это теоретическая часть, а 60% материала в каждом из изданий — это именно практическая направленность. То есть, где мы работаем с дополнительными источниками информации, работаем ли с интернет-изданиями и нашими сайтами. И таким образом мы, ребят, тоже учим, навыкам поиска информации в дополнительных источниках, переготовим презентационные какие-то отдельные варианты. Всё-всё в этих наших книжечках в серии внеурочной деятельности. Посмотрите, разные адресаты, абсолютно разная тематика. Если вас что-то заинтересует, вы всё можете приобрести в нашем интернет-магазине. И для 10-11 классов эта серия «Профильная школа», это уже ребята-старшеклассники, поэтому интересные издания на стыке нескольких наук, как, например, биотехнология, медицинская статистика, ядерная физика, тоже интересная практика по экологии автора Хомутова. Но здесь тоже основная идея, 40% информации — это теория, 60% — это практика. Говорим ли мы отдельно про подготовку презентации, здесь тоже даются такие задания, и мы с детьми как раз готовим самостоятельно презентации, готовим ли мы какие-то плакаты будущим поколениям об охране окружающей среды, обсуждаем ли проблему перенаселения нашей планеты, и тоже работаем с двумя источниками информации. Всё в этих изданиях и прописано с точки зрения организации самостоятельной работы наших ребят. Посмотрите, вот по ходу вы можете выйти сразу на сайт «Дельство просвещения» и ознакомиться тоже с этой серией «Профильная школа». Я думаю, что каждый из вас найдёт для себя нужные интересные издания, их действительно много. Но давайте непосредственно перейдём к нашей теме, и выбирая, так сказать, сегодня эпидроф, я решила как раз подобрать китайскую мудрость. Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне действовать самому, и я научусь. Именно, мне кажется, вот в этом смысл развития у детей самостоятельных навыков, когда мы показываем, как нужно работать ли с учебником, работать ли с текстом учебника, готовить ли практическую работу и выполнять её. Конечно, вот своими действиями мы детей и научим. Но если говорить про преимущества самостоятельной работы, то, конечно, плюсов много и охватывает всех учащихся в классе, позволяет работать в индивидуальном темпе и стиле, активизирует даже пассивных детей. А вот эти отдельные задания как раз позволяют и требуют личной ответственности каждого участника образовательного процесса. Но именно развитие самостоятельных навыков способствует развитию творческого мышления и формированию общеучебных умений и навыков. И через самостоятельные навыки мы находим индивидуальный подход к каждому из детей. Ну, есть определённые условия для достижения хорошего результата. Конечно, нужно знать инструкции или рекомендации по выполнению заданий. То есть часто мы даём детям задание подготовить доклад. А, во-первых, что такое доклад, как мы готовим доклад, на что обращаем внимание, у нас как таковых инструкций нет. Поэтому здесь очень важно подготовить эти рекомендации, чтобы ребёнок понимал, что от него требуется и как ему работать, если мы готовим доклад или сообщение. Важно чередовать индивидуальную парную и групповую работу. Нужно диагностировать успешность учащихся. Ну и если есть необходимость, то мы обеспечим материальную и техническую базу учебного процесса. Но когда мы, да, с вами, конечно, создаём психологический микроклимат, то вы знаете, уроки проходят совершенно в другом ключе. И именно вот эта самостоятельная деятельность на уроке, она и позволяет создавать благоприятный климат на уроке в комитете биологии. Но что такое вообще самостоятельная работа? Это, конечно, такой способ учебной деятельности, где учащимся предлагают учебные задания и руководство для их выполнения. Иногда мы с вами даём детям как бы для затравочки какое-то задание и пытаемся стимулировать их на мыслительную деятельность, чтобы дети сами пришли к выполнению какого-то задания. А когда-то мы с вами можем предложить инструкции, используя которых ребёнок выходит на новый уровень. Что важно, что если мы говорим о навыках самостоятельной работы, то мы, когда самостоятельные дети занимаются, проводятся эти работы без посредственного учителя, но под его руководством. И, конечно, выполнение работы требует от учащихся и умственного напряжения. И, дорогие мои, нужно помнить всегда о главном. Самостоятельность не рождается сама по себе, а именно она воспитывается и развивается. И то, что мы сегодня с вами заложим на уроках биологии у наших учеников, с этим они и пойдут в дальнейшую жизнь. Научится ли готовить презентационный материал, научится ли работать с текстом учебника, научится ли отдельно читать параграф и вычленять самое главное. Это очень-очень важно заложить именно на наших уроках и во внеурочной деятельности. Что касается следующего важного примера, то, конечно, с самых первых уроков, когда мы работаем по УМК «Линия жизни» при редакции Пасечника, в полезных советах мы ребят учим и работать с учебником. Очень важно, что сами рубрики говорят за себя. А вы видите, и кто, может быть, просматривал наши учебники, у нас есть рубрика «Шаги к успеху», где как раз даются такие памятки, рекомендации, когда мы самостоятельно учимся у наших детей, как мы с вами читаем параграф, на что обращаем внимание, на ключевые понятия и высказывания. Рассматривали мы реестрации, как мы с вами и что отмечаем, какие живые объекты уже знакомы, какие встретились впервые, как мы связываем материал-параграфы с окружающей жизнью и нашим личным опытом. И как мы с вами ставим определенные цели, когда работаем как раз с рубрикой «Шаги к успеху». То есть вот такие даются пошаговые инструкции, что мы выполняем, когда у нас практическая работа, как мы с вами готовим доклад или сообщение и так далее. Но таким образом можно сказать, что у УМК «Линия жизни» действительно учебники написаны в логике, как организатор учебной деятельности, даются полезные советы, и рубрика «Шаги к успеху» тоже как раз помощь для формирования самостоятельности у наших ребят. Ну вот и ребята приходят в пятые классы, из чего, конечно, нужно, наверное, начинать обучение биологии, с того, чтобы ребенок научился правильно работать с текстом учебника. И как раз вот памятка, вы видите, они на сединенном оформлении, да, и подсказывает нам, что для этого необходимо сделать. Прочитать название параграфа. Именно название отражает главное содержание. Не случайно даются вопросы перед текстом параграфа, мы на них отвечаем, и это позволяет нам лучше понять текст параграфа. Не случайно даются и вопросы в конце параграфа, они помогут выделить наиболее важный материал, то есть как бы закрепить полученные ранее знания. И дальше мы читаем текст, мысленно разбиваем на смысловые единицы, составляем план и проводим сортировку, и пересказываем текст параграфа. Наверное, многие из нас с вами вроде бы не задумывались, что такое да научить ребят работать с текстом учебника. Но, мои дорогие, вот пользуясь этой памяткой, которая включена в МК Линии Жизни, мы как раз заложим ту базу, которая ребенку позволит прекрасно работать с текстом, будь то на уроке химии, физики, химии и так далее. То есть ребенок будет понимать, что от него требуется, на какие смысловые единицы мы разбиваем текст и так далее. Конечно, очень удобно, когда дети могут составить план при формировании, изучении материала. Поэтому, когда мы с вами изучаем текст, мы составляем небольшой план, какие должны быть пункты, отражающие главную мысль, они должны быть связаны между собой по смыслу, и, конечно, они формулируются кратко и четко, на какие вопросы мы с вами отвечаем. Согласитесь, что иногда и для старшеклассников довольно-таки непросто составить план параграфа, но вот то, что есть такая рубрика «Шаги к успеху» у нас и у пятиклассников, это как раз позволяет ребятам научиться работать с текстом и выделять самую основную мысль. Естественно, дети не будут забывать об этой памятке, когда будут, может быть, работать с дополнительными точками информации, с какими-то хрестоматильными изданиями. Они тоже будут, исходя из плана, структурировать материал. Это очень-очень важный навык, и вы видите, все рекомендации даются. Наверное, как раз тема, которая у нас с вами в начальной школе звучит, когда мы готовим сообщения, когда мы готовим доклады, когда мы готовим проекты. Рудинам с вами, как педагогам, кажется, что все это очень известно и понятно. Но, как показывает практика, не все ребята блестящие могут выполнять эти задания, и даже когда мы говорим о подготовке сообщения, это устное изложение какой-либо информации, обмен мыслями между людьми, ребенок и не понимает, что должно быть отражено в этом сообщении, чем сообщение отличается от доклада. Поэтому, когда мы готовимся к выступлению, мы, конечно, определяем цель выступления, подбираем, изучаем основные источники информации. Тут самое главное, так сказать, не много их выбирать, не количественными, а именно качественными. Лучше выбрать 2-3 основных источника, и самые краткие, самые основные мысли отразить в своем сообщении. Мы определяем структуру своего выступления, где у нас какие есть этапы. Вступление – это обоснование заявленной темы, это основная часть и заключение. И, дорогие мои, если каждый из детей будет понимать, что когда мы просим его подготовить сообщение, то любое сообщение включает эти как раз три основные части, поверьте, ребенок на всю жизнь научится и выступать, и к публичным каким-то, так сказать, дальше выступлением и так далее. То есть очень-очень удобно, что, опять-таки, подсказочки есть, и мы через эту самостоятельную деятельность подготовки ребенку даем тот необходимый навык, который он может использовать в своей дальнейшей жизни. Подготовка проектов – это отдельная, очень интересная тема, и надо сказать, что когда мы готовили Селину Петровну вот к этому вебинару, мы поняли, что про проектно-исследовательские задания, и наши варианты работы мы подготовим в следующий вебинар. Поэтому следите за нашими анонсами, мы обязательно про самостоятельную деятельность, включая подготовки проектов и исследований, тоже будем говорить и отдельно будем выступать. Но мультимедийная презентация – это относится, когда мы готовили доклад, когда мы готовили какое-то сообщение. Это всегда очень удобно, сегодня это красиво, можно многое заложить, когда мы говорим про мультимедийную презентацию, но этому тоже нужно детей отдельно учить. Поэтому как раз в УМК «Линия жизни пасчика» в девятом классе есть вот такое отдельное приложение, где мы и говорим, что такое мультимедийная презентация, какие начальные у нас этапы работы. Мы всегда начинаем с вами с планирования сценария презентации, и, конечно, удобнее послайдово прописать, что на каком слайде у нас с вами будет отражено, это лучше покажет структуру, чтобы не забыть, о чем мы хотели сказать, и на каком слайде, чтобы не было повторов. Кроме того, есть требования, так сказать, технического характера, когда должен быть единый стиль оформления презентации, здесь тоже об этом мы отдельно говорим, и ребят этому учим. Для предоставления информации нужно использовать краткие слова, не надо, чтобы презентация была перезагружена, не нужно какие-то спецэффекты дополнительные предлагать, которые будут только отвлекать, если все мерцает, мигает и так далее, вы это лучше меня знаете, и не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации, то есть краткость, какие-то яркие примеры запоминающиеся, и, конечно, вспомогательная информация не должна преобладать над основной информацией. Поэтому, опять-таки, как создавать мультимедийную презентацию, которую, вроде, дети знают с начальной школы, и в курсе окружающей мира, ребята тоже готовят презентации, но не забывать про эту структуру, не забывать про эти подсказочки, когда мы готовим презентации, про эти спецэффекты, про технические все эти нюансы, тоже этому мы учим с вами на уроках биологии, пожалуйста, внеурочной деятельности, когда ребята тоже готовят презентации и выступают с ними. Поэтому я считаю, что как раз этот момент, как сказать, мультимедийную презентацию, своими рекомендациями очень-очень важен для наших учеников. Но, кроме того, критерии оценивания мультимедийных презентаций, когда ребенок готовит это выступление на уроке, он должен понимать, на что будут обращать внимание слушатели, и связь с учебным материалом, связь с жизнью, соблюдение авторского права, оригинальность, мультимедийные средства, таким образом вот эти критерии, как раз, о которых мы говорили, что ребенок учится самостоятельно готовить презентации. Но если говорить про выступления с докладами или сообщениями, мы с вами уже этот вопрос поднимали, да, что включает, из чего состоит у нас любое сообщение или доклад, но здесь даются очень важные советы в приложении, к которому колени же идет девятый класс, какой должен быть тембр речи, да, какой должны быть, так сказать, скорость слов в минуту. Не очень удачные, когда выступающие, как бы отвлекающие какие-то руки, может быть, поднимают или постоянно пытаются, да, волосы поправить, или нервничать, листочек теребит, как нужно, так сказать, следить за собой, за своим поведением, и тоже как раз все эти рекомендации предлагаются, и я считаю, что очень важны, очень нужны такие советы, именно жизненные. Очень много заданий у нас с вами и в окружающей мире, и в учебниках пятом, шестого, седьмого, девятого и так далее классов, когда вы должны искать научную информацию в интернете. И, конечно, ссылки на тематические предметные каталоги предлагаются, чтобы мы с вами как педагоги, как родители не переживали, где на просторах интернета сейчас находятся наши с вами дети. Поэтому, опять-таки, вот в приложении «Шаги к успеху» вы в колене жизни вы этот как раз пример тематических предметных каталогов можете увидеть. Задания у нас встречаются, когда мы, используя дополнительные источники информации или интернет-ресурсы, готовим как раз ответы на вопросы или обсуждаем какую-то проблемную тему. Вы видите, как раз в наших учебниках они также представлены. Но вообще, если говорить про работу с дополнительными точками информации, тема очень-очень широкая, очень интересная, но основные рекомендации, конечно, перечислены здесь. Следующее, о чем я хотела бы сказать, когда мы проводим сравнение. В биологии много таких заданий, когда мы не просто описываем явление или объект, а именно сопоставляем на существенные признаки, на основе которых как раз и выясняется, что общего, а чем различаются те или другие биологические объекты. И мне очень нравится тоже здесь пример, такие пошаговые инструкции. Мы выясняем, какие объекты у нас сравниваются, мы их с вами делим, эти явления, составные части, проводим анализ и как раз выделяем существенные признаки. А дальше сопоставляем сравнимые объекты по одним и тем же признакам. Очень важный пятый пункт, когда мы подводим итоги сравнений. А мы с вами сравниваем, когда говорим о представителе разных видов, когда мы с вами говорим про однодольных, про двудольных, про разные классы среди растений и так далее. То есть, если ребенок перед собой держит эту памятку, ему проще сравнивать и выделять как раз черты сходства или черты различия. Как утверждают психологи, то дети в первую очередь указывают черты различия тех или других биологических объектов, а потом уже черты сходства. Надо сказать, что и на ЕГЭ ребята не очень хорошо выполняют эти задания, когда нужно провести сравнение. Это мы с вами держим под контролем и детей тоже этому отдельно учим. Что касается отдельных блоков подготовки к нашим с вами занятиям, а в девятом классе уже появляются задания в виде подготовки к семинарам, к семинарским нашим урокам. Поэтому, конечно, подготовка к семинару начинается с учения рекомендованных источников информации, какие у нас основные источники. Это, конечно, учебник, как мы работаем с материалами учебника, усваивая базовые знания. Может быть, для более глубокого изучения нам нужно использовать дополнительные источники информации, хрестоматии или какие-то еще другие издания. Но очень важно составить и план сообщения, когда мы готовимся к семинару. Мы с вами готовим конспект тоже. Отдельно, ребят, учим, как писать конспект, краткое изложение текста. Хочется все в конспект внести, все самое важное. Но конспект тем и хорош, что это именно краткое изложение, поэтому нужно отдельно, ребят, учить именно и таким видом заданий о подготовке конспекта, как мы с вами тезисы пишем, как мы имена отмечаем, даты, цитаты и так далее. Если при подготовке к семинару вам с ребятами нужны диаграммы, рисунки, то выступление будет более красочным, более интересным, но тоже надо, чтобы не отдельно эти диаграммы были от того, о чем ребенок рассказывает, поэтому обязательно эти диаграммы именно иллюстрируют выступление наших учеников или какие-то схемы, или какие-то интересные, может быть, иллюстрации, которые дополняют его выступление. Тут самое главное, вот не перезагрузить как бы ребенка, чтобы это выступление выглядело очень выигрышным. Но, дорогие мои, конечно, вот эти все примеры в приложении «Линия жизни», они носят, можно сказать, универсальный характер. Если даже вы работаете каким-то другим изданием, а вы знаете, у нас есть прекрасные учебники Дислава Ивановича Севоглазова, где тоже много очень интересных заданий, о них Ирина Петровна Черниченко тоже расскажет, включая формирование самостоятельных навыков у ребят. Поэтому, конечно, вот это приложение, о котором я сегодня говорила, его можно использовать даже для себя, что-то посмотреть, что-то, так сказать, по-новому взглянуть на подготовку или доклада, подготовку или сообщения, презентации или подготовка к семинарским занятиям. Но биология, предмет, очень интересный. Мы с вами не только читаем текст, не только дополнительные источники информации изучаем и ребят этому отдельно учим, но мы проводим практические работы, это исследование, самонаблюдение. И как раз в рубрике «Моя лаборатория» это тоже вам «Поколение жизни» даются вот эти пошаговые инструкции, что мы на каком этапе делаем, изучаем элемент под микроскопом, изучаем ли папоротникообразных, рассматриваем ли с вами каких-то других представителей, измеряем ли мышечную работу в восьмом классе. Ну и, конечно, коллеги, очень здорово, что здесь есть как раз пошаговые наши этапы, что мы зачем делаем и для чего мы это проводим. Это удобно и для ребенка. Ребенок понимает, в этом самостоятельной своей работе, что он должен получить, для чего он проводит эту практическую или исследовательскую работу. И, так сказать, идя пункт за пунктом, он приходит к логическому выводу. Но отличие именно у МК «Линия жизни», практическая направленность, много разных лабораторных работ, выявляем ли плоскостопие, изучаем ли какие-то другие представители растительного и животного мира, ребята с удовольствием, конечно, все эти задания выполняют. Конечно, десятиклассники, одиннадцатиклассники, особенно кто готовится к сдаче ЕГЭ, всегда очень интересуется наша рубрика «Готовимся к экзамену», где даются отдельные примеры именно заданий по типу на ЕГЭ, или мы определяем ли последовательность ДНК или РНК, решаем ли сдачу по генетике, и сразу даются объяснения, как мы эти задания выполняем. Если ребенок, может быть, пропустил этот урок или что-то не понял, он дополнительно дома может разобраться и все это еще раз посмотреть. Но опять-таки, как готовиться к экзамену, как распределить свое время, на что обратить внимание, как, так сказать, в этом потоке информации не совсем, так сказать, утонуть, вот эти все рекомендации даются в наших рубриках, и я считаю, что это очень-очень удобно для ребят, именно, так сказать, структурировано идти пошагово и выполнять все эти задания. Это пример рубрики «Готовимся к экзамену», но это уже пример учебников для углубленного изучения биологии под редакцией «Шумного дымшица». Это учебники Рубинского, которые мы с вами прекрасно знаем, и на протяжении 25 лет по ним, конечно, многие работают. Здесь тоже примеры заданий и на установление соответствия и решения генетических задач по молекулярной биологии и так далее. То есть, опять-таки, в чем формирование самостоятельного навыка? Подготовиться к экзамену, выполнять задания разного типа, не растеряться, да, понять, что от тебя требуется в этом задании. Задание части 1, задание части 2, когда даем развернутые ответы, как грамотно эти задания выполнять, чтобы заработать максимальное количество баллов. Ну и в завершение, конечно, если мы говорим про формирование учащихся навыков самостоятельной работы, то есть некоторые такие рекомендации, что необходимо сделать. Конечно, нужно поддерживать стремление каждого ребенка к самостоятельности. Очень важно поощрять детей даже за небольшие достижения. И вы лучше меня знаете, да, у детей вырастают крылья. Конечно, нельзя терапить детей. Надо ждать возможность, дать возможность выполнить все спокойно и самостоятельно. Готовит ли ребенок конспект? Пускай он научится готовить этот конспект. Готовит ли ребенок доклад? Да, первый раз он будет готовить это медленно. У него не все будет получаться. Но на своих ошибках, набивая эти шишки, он как раз поймет, что от него требуется и как в дальнейшем нужно работать с такими вариантами заданий. Конечно, вот именно эмоциональный настрой, он и позволяет формировать самостоятельные навыки у ребят. Конечно, мы и дома мечтаем, чтобы наши с вами дети все делали самостоятельно, мы им не напоминали о чем-то, они все держали в голове. Но, мои дорогие, не забываем, что самостоятельность не появляется ниоткуда, и сама по себе она именно воспитывается и развивается. И если мы за дня в день будем нашим же детям дома давать какие-то домашние задания, ему обязанности, и это все является правильной, верной дорожкой, что ребенок, конечно, вырастет самостоятельным. Ну, это нужно поощрять и, конечно, поддерживать стремление каждого. Ну, и в завершение я хотела бы закончить высказыванием Уильяма Артура Орда, это американский писатель, что средний учитель говорит, хороший учитель объясняет, а высший учитель показывает, великий учитель вдохновляет. И, дорогие мои, конечно, я хочу, чтобы мы с вами только были высшими учителями, которые показывают, как формируются самостоятельные навыки, научащиеся через свой личный пример, и, конечно, мы своих учеников вдохновляли, и наши дети росли самостоятельными личностями. Мы знаем, конечно, и в жизни будет намного-много проще. Ну, и, конечно, коллеги, если у вас какие-то возникают вопросы, идеи, предложения, вы всегда мне можете написать адрес электронной почты, вы видите на этом слайде. Но дальше я передаю слово Ирине Петровне Чередниченко, которая, естественно, рассказывает, Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вот введение в тему очень большое, обширное дала Марина Викторовна Токарева. Я продолжу. Ирина Петровна Чередниченко, методист-эксперт Центра методической поддержки издательства «Просвещение». И мы, как уже я писала вам сейчас в чате, мы небольшой цикл вебинаров на эту тему проведем. И сегодня у нас такой вот стартовый вебинар введения в тему, скажем так, и знакомства с основными источниками и средствами самостоятельной работы обучающихся. Но я, как эксперт, хотела бы остановиться, ну, как это полагается эксперту, прежде всего, на проблемах. Вот это вопроса нашего методического очень сложного. И некоторые проблемы осветила Марина Викторовна, но мне хотелось бы их вот так вот сжато произнести. Во-первых, проблемы связаны чаще с ошибками учителей в отношении планирования организации самостоятельной работы. Может быть, связаны с недопониманием самого понятия самостоятельной работы ученика и ее целесообразности, назначением, соответственно, да, и обеспеченности. Прежде всего, нет системы в организации самостоятельной учебной работы ученика. Как правило, они носят либо случайный характер и по содержанию, по количеству и по форме, либо они просто, как сказать, стихийной лавиной на ученика выбрасываются. И при этом самая главная ошибка учителя здесь допускается – это оставление ребенка один на один с работой, очень сложной учебной работой. Вот такая позиция. Моя хата с краю, я ничего не знаю, дай только мне результат. И вот в процессе работы будь добр всему научиться сам. Как Марина Викторовна уже сказала, самостоятельными люди не рождаются. Это качество, которое приобретается и приобретается только в процессе активной деятельности, в сопровождении наставника, соответственно, да, ну, либо родителей, либо учителей. Еще одна ошибка, скажем, проблема, да, это уровень предлагаемой самостоятельности, он не соответствует учебно-познавательным возможностям учеников. Либо возраст не учитывается учителями, либо не учитывается степень сформированности самостоятельных умений, навыков работы и вообще сформированности определенных приемов работы учениками. И в этом случае ребенок захлебывается в, как сказать, в перегрузке такой вот интеллектуальной, эмоциональной и так далее, и получает большой стресс. И самая главная работа, большой стресс еще и из-за отсутствия результативности этой работы. Слабо выраженный индивидуальный подход, еще одна проблема. Самостоятельная работа предлагает обязательно, да, индивидуализацию, точнее, индивидуальный подход, вот здесь более точно выражен, да, и, соответственно, дифференцированный подход. И обязательно, безусловно, это должно обеспечиваться подбором дидактических материалов, которые здесь должны эти подходы в том числе помочь реализовать. Ну и очень такой серьезной проблемой является однообразие самостоятельных работ. Вот мы уделим обязательно внимание тому на последующих вебинарах, что должно характеризовать самостоятельную работу как таковую. Это, во-первых, да, какие виды самостоятельных работ, соответственно, могут быть использованы. Ну и сегодня некоторые примеры перевела Марина Викторовна. Я эти примеры сегодня продолжу. И следующий мой шаг, который бы хотелось рассмотреть, это, уважаемые коллеги, источники для самостоятельной работы ученика, дело в том, что самостоятельная работа, она организуется на основе неких источников, которыми пользуются ребята. Основными источниками остаются все-таки у нас учебники, различные учебные пособия, включая рабочие тетради. Это справочники, энциклопедии и другие печатные и электронные издания, и включая научно-популярную литературу по нашей дисциплине. Это, безусловно, натуральные объекты, наблюдение за ними, различные практические лабораторные работы, то есть исследования, по сути дела, связанные с изучением натуральных объектов. Это изобразительная наглядность, в которую относят наши традиционные средства наглядности, и объемные модели, и различные таблицы этой рисунки, которые мы встречаем в разных, опять-таки, источниках. Ну и, безусловно, сегодня важными источниками самостоятельного приобретения знаний, умений, отработки самостоятельных навыков являются электронные образовательные ресурсы, всевозможные. И вот все эти источники, самое главное, они позволяют сформировать то, к чему мы, собственно говоря, стремимся, как к результату самостоятельной работы ученика. Это целый ряд умений, но помимо знаний, глубоких, безусловно, это целый ряд умений, это предметные умения, включая практические умения, связанные с нашим предметом, это умения интеллектуальные, мы их называем универсальные учебные действия познавательного характера, то есть целый ряд логических универсальных учебных действий, и, наконец, позволяют формировать общие учебные умения, и, естественно, опираясь на эти источники самостоятельной работы, мы организуем разные виды самостоятельной работы. О них мы поговорим вот как раз на последующих семинарах, выделим, во-первых, диапазон этих видов, во-вторых, остановимся на конкретных лагинарах, каким образом организовывать определенный вид самостоятельной работы ученика. Теперь вот хотелось бы поподробнее об источниках. Марина Викторовна показала, соответственно, арсенал учебных, учебников и учебных пособий, которые предлагают издательство «Просвещение» для того, чтобы грамотно организовать самостоятельную работу ученика. Я должна обязательно напомнить вам, коллеги, о том, что издательство «Просвещение» выпустило в свет в прошлом году новый учебно-методический комплект Это Владислав Иванович Севоглазов. Он совершенно новый, отличается от его работ, выполненных в других издательствах. Сочетает в себе принципы традиционного обучения, что очень важно. Оно отражается в традиционной структуре содержания и в концентрической структуре построения содержания в основной и в старшей школе. И здесь вы видите большой арсенал комплекта. Это и учебники, и электронные формы учебников, как я уже сказала, они тоже источники самостоятельного приобретения знаний. Это и рабочие тетради. В этом году опубликовали уже тетрадочку 5-6 класса. Сейчас готовятся к изданию тетрадь для 7-8-9 классов. Это, соответственно, методические наши пособия, которые помогут, в частности, разработке уроков с 5 по 9 класс, которые помогут вам организовать самостоятельную работу учеников. Учебно-методический комплект для старшей школы, предназначенный для базового уровня изучения биологии, он тоже своей компоновкой обеспечивает возможность комплексную организовывать самостоятельную работу учеников. Представляет собой такой комплекс источников приобретения самостоятельных знаний и умений для учеников. Но, как я уже вам сказала, уважаемые коллеги, Марина Викторовна сказала, эта работа самостоятельного ученика должна быть грамотно организована и сопровождаться, безусловно, учителем. И учитель должен помнить, что, как правило, во-первых, самостоятельная работа предполагает активность ученика очень большую, но и учитель должен понимать, что особенно на этапе освоения умений и навыков, способов действий, очень важна такая патронажная роль учителя. И полная самостоятельность, о которой мечтает учитель, ученика, она возможна только на этапе переноса умения, соответственно, в практические действия, в условиях либо стандартных и нестандартных ситуаций. Но между вот этим шагом освоения умения и непосредственно переноса умения в какую-то ситуацию особенно неопределенности есть определенные шаги, мы их тоже рассмотрим на последующих вебинарах, и об этом нельзя забывать. И я вернусь к тому, что активность предполагает самостоятельная работа, и скажу, что в данном случае активность стимулируется с одной стороны такими, скажем, инструментами, как алгоритмы выполнения определенных действий, о них Марина Викторовна сказала, и учебники, учебные пособия, многие содержат такие алгоритмы, но мы должны с вами понимать, что все дидактические компоненты учебников и учебных пособий, рабочих тетрадей, они призваны активизировать деятельность учебно-познавательную и, соответственно, самостоятельную деятельность. И вот мне бы хотелось остановиться на том, каким арсеналом обладают учебники и учебные пособия учебно-методического комплекта Владислава Ивановича Севоглазова для активизации учебно-познавательной деятельности, для продуктивной самостоятельной работы. Здесь вот напоминаю, что рабочие тетради уже изданы, и обращаю внимание, что они являются источниками самостоятельной работы, участия дома и на уроке. Итак, первый ресурс, на который хотелось бы обратить внимание, это такие вот проблемные вопросы в начале каждого параграфа во всех учебниках этого учебно-методического комплекта. И таким образом проблемные вопросы включают в активную работу, мы с вами, уважаемые коллеги, знаем, понимаем. Именно постановка проблемного вопроса, она побуждает, мотивирует к решению данного проблемного вопроса, вовлекает в изучение текста учебника. И далее, соответственно, очень важно, что вот логика работы с учебным материалом, она задается такими проблемными вопросами. Так что включение в учебники проблемных вопросов – это и есть не что иное, как активизация ученика перед выполнением самостоятельной работы и направления по самостоятельной работе. Следующие приемы, которые используются в учебниках нового учебного комплекса, учебно-методического комплекса – это вопросы рубрики «Вспомните», которые внутри текста включены. Эти вопросы, а иногда задания, позволяют прежде всего осмысленно прочитывать учебный текст. Это очень важно для самостоятельной работы с текстом, когда такие актуализирующие задания и вопросы, они помогают, во-первых, вспомнить полученные прежде знания, которые необходимы для понимания определенного, соответственно, такого фрагмента текста учебного нового, и в то же время понять этот новый учебный текст и, соответственно, опираясь на предыдущие полученные знания, в определенной логике познания двигаться. Это облегчает самостоятельную работу с текстом учебника и, соответственно, впоследствии выполнения, самостоятельного выполнения заданий. Учебники включают большое количество лабораторных работ, точнее, инструкции к проведению лабораторных практических работ. По сути дела, это инструкции пошаговые, а значит, алгоритмы выполнения исследовательских действий. Таким образом, такие алгоритмы обеспечивают освоение исследовательских навыков обучающихся. Ну и в учебниках мы найдем лабораторные работы с такими предписывающими инструкциями, где, соответственно, прям весь ход действия, расписанный алгоритмом, может быть усвоен порядка действия. А есть еще лабораторные работы, которые такие имеют направляющие инструкции, где большая доля самостоятельности предполагается в выполнении исследований учениками. Еще учебник как источник и средства самостоятельной работы ученика, он связан с наличием в нем большого количества разнообразных развивающих заданий. У УМК В.Слава Ивановича Силоглаза очень много таких заданий. Они собраны в рубрике «Думай, делай, выводы, действуй». И представлены они в такой иерархии от репродуктивных более продуктивным заданиям. И я уже, как говорила, очень важно эти этапы соблюсти и в плане формирования навыков самостоятельной работы. И, как правило, любые здесь в данном случае задания и репродуктивные, и продуктивные, они предполагаются, вот в зависимости от того, на каком уровне сформировано то или иное умение ученика, определенную долю участия в самостоятельной работе у учителя. Учитель обязательно должен сопровождать выполнение таких заданий или использовать эти задания для того, чтобы организовать освоение умений, которые впоследствии позволят самостоятельно, практически полностью самостоятельно справляться с различными учебными задачами. О том, каким образом включить такие задания, соответственно, в процесс учебно-познавательной деятельности, как учителю эту работу выполнить, мы расскажем на последующем вебинаре, ближайшем, вот следующем за этим вебинаром. Еще одним источником и средством самостоятельного приобретения знаний и умений, подготовки к самостоятельной работе и отработки навыков самостоятельности, скажем так, да, является выполнение заданий рубрик «Работа с текстом», «Работа с моделями, схемами, с таблицами». Мы решили с Мариной Викторовной, что мы отдельный вебинар посвятим как к самостоятельной работе соответственно с текстом, с учебником, и не только с учебником, но и еще с текстами дополнительной литературы, научно-популярной, а также дополнительными такими текстами, которые включены в учебники, и отдельный вебинар посвятим организации самостоятельной работы с моделями, схемами и с таблицами. Теперь обращаю внимание на то, что опять здесь очень важно учитывать, на каком этапе сформированности находится навык выполнения того или иного действия, и готовы ли ребята то или иное действие выполнять абсолютно самостоятельно. Здесь хотелось бы сказать, что составление плана, например, вот то, с чего обычно начинается работа с текстом, после обучения такому смысловому чтению, соответственно, элементами которого является вот, собственно, составление учебных планов, точнее, планов к параграфам, к текстам и так далее. Вот эта работа, она должна выполняться сначала под руководством учителя, выполнять это действие надо ребенка сначала научить. Конечно, может ребенок самостоятельно научиться, но для этого он потратит гораздо больше времени. вот, но обучение предполагает еще передачу опыта, соответственно, поэтому вот опыт уже имеющийся, алгоритм выполнения действий, учитель должен обязательно открыть в совместной деятельности, соответственно, умение отработать, а потом уже давать задания для самостоятельной работы. Поэтому составьте схему или составьте план статьи или параграфа, это не означает, что, особенно в пятом-шестом классе, это не означает, что мы должны ребенку бросить это задание, чтобы он сам справлялся, как мог, с этим заданием. Значит, спросите себя, уважаемые коллеги, значит, а учили ли мы составлять схемы? Какие, во-первых, бывают схемы? Какие бывают планы? Учили ли мы ребенка выполнять эти, соответственно, действия? Это касается вот не только общеучебных умений, как я уже сказала, да, это касается предметных умений практических действий, очень важных, которые в процессе биологии должны быть сформированы, ну и интеллектуальных в том числе. Вот очень важным таким источником и средством самостоятельного приобретения знаний, отработки навыков самостоятельного выполнения учебной работы являются рабочие тетради. Я обращаю внимание на то, что рабочие тетради нового УНК сделаны очень интересно, они с рубриками работаем с информацией, с текстом, изучаем, определяем, проводим исследования, смотрим, сравниваем, думаем, обсуждаем, проверяем свои знания, подводим итоги. Рубрики уже помогают нам организовать определенные виды, самостоятельные работы ученика и проводить их в определенной системе. Обращаю внимание на то, какими заданиями представлена каждая рубрика. Задания позволяют, как формировать способ действия, соответственно, ну, например, такое действие, как заполнение готовой таблицы, например, и освоить это действие задание помогает, и, соответственно, это действие отработать, такой этап пройти, соответственно, продуктивной работы, да, ну и, соответственно, очень важный момент творческого применения умения, это когда умение переносится в ситуацию какую-то нестандартную, где необходимо это действие уже абсолютно самостоятельно выполнить и в сочетании даже с другими действиями. Это касается и других заданий. Вот прочитайте раздел учебника «Составьте план раздела». Как я уже говорила, очень важна этапность этой работы до доведения такого уровня абсолютной самостоятельности при выполнении подобных заданий. Выполнение схем, работа с рисунками, которые определенные способы действия предполагают, мы тоже выделим отдельным вебинаром эту тему, самостоятельная работа с изобразительными средствами, с рисунками учебников. Отдельно будет вебинар, работа, соответственно, с натуральными объектами или, соответственно, с изображениями натуральных объектов, в том числе. Вот здесь задание изучаем, определяем, проводим исследование, говорит о том, что такой вид самостоятельной работы, как исследовательская работа, требует определенных умений и, самое главное, и еще раз повторюсь, определенной работы учителя на, как сказать, освоение прежде всего этих способов действий. Следующий момент, о котором хотелось сказать, это специально предметные умения, которые должны быть сформированы. Они связаны с умением работать с определителями, определять, в частности, систематическую принадлежность растений, соответственно, работать с нашим специальным оборудованием и техникой, в частности, вот с увеличительными приборами. Все это тоже отрабатывается в ходе самостоятельной работы, и этому помогают рабочие тетради. Таких заданий очень много в рабочих тетрадях нового ОМК. Ну и, наконец, вот те умения, о которых я говорила, которые тоже должны быть сформированы как в процессе самостоятельной работы, так и впоследствии в процессе самостоятельной работы. Вот эти умения должны оттачиваться, совершенствоваться и применяться. Этому помогут задания рубрики «Смотрим, сравниваем, думаем, обсуждаем». Они перекликаются, как вы видите, все рубрики рабочих тетрадей и задания рабочих тетрадей с подобными заданиями в учебнике. Хотя, надо сказать, относительно этого ОМК, задания рабочих тетрадей, задания учебников не повторяют совсем, но совершенно, поэтому и учебник, и рабочие тетради служат здесь, в данном случае, взаимодополняемыми такими источниками и средствами самостоятельного приобретения знаний и умений учащихся. Надо сказать, что рабочие тетради, как сказать, как средства, еще помогают очень важному формированию, очень важного умения контролировать собственные знания, и это тоже относится к разряду самостоятельных таких умений и навыков. И здесь вот есть такая рубрика в рабочих тетрадях, «Проверяем свои знания, подводим итоги». Важно для организации такого вида самостоятельной работы. И обращаю ваше внимание на то, что вот рабочие тетради, они скомпонованы таким образом, и задания к параграфу представлены в определенной логической последовательности, соответствующей развертыванию содержания в параграфе учебника, и поэтому они облегчат и работу с текстом учебника в выполнении этих заданий. И вместе с заданиями к параграфу учебника составит тот ориентир или организатор учебной деятельности, который очень важен как в режиме освоения новых способов действий при поддержке учителя. Вот учителю, кстати, такая рабочая тетрадь поможет организовать последовательность учебно-посновательной работы на уроке. Прямо можно конспект урока по этому, вот, например, параграфы прописать. Я как методист это сразу вижу, да, и эту последовательность, только добавить еще сюда проблемные вопросы в начало урока и с начала параграфа, и дальше вот вся последовательность учебно-познавательной деятельности в виде заданий здесь показана. Ну и плюс еще дополнительные задания из учебника сюда можно и, безусловно, включить, и надо думать, да, какие задания уже работают на отработку навыков самостоятельной работы, а какие способы действия только должен ребенок освоить на данном уроке для того, чтобы впоследствии самостоятельно этот способ действия, соответственно, применить. Поэтому вот я считаю, что рабочая тетрадь, она для учителя является таким уникальным, ну, в частности, вот эти рабочие тетради таким уникальным методическим средством организации самостоятельной работы ученика. Ну, а для ученика это ориентир такой, даже в отсутствии, как бы, учителя, если по какой-то причине, соответственно, ребенок вынужден самостоятельно изучать тему, он может воспользоваться тетрадью как вот таким, как бы, вектором своей самостоятельной работы. Ну, это, пожалуй, все, чем я хотела дополнить сегодня Марину Викторовну. В нашем первом вебинаре я выделила практически темы будущих вебинаров здесь сейчас. Мы очень будем рады, если вы поучаствуете в нашем таком небольшом цикле вебинаров, посвященных этой проблеме. Мы будем более предметны, мы будем говорить о способах, о приемах, о методах работы по формированию конкретных умений, о формах самостоятельной работы. От формы оттолкнемся и, соответственно, будем двигаться уже к приемам и методам, которые в рамках этой формы работы можно применить. Ну и, конечно, будем продолжать обращать ваше внимание на источники формирования самостоятельных знаний и умений, прежде всего на то, как использовать учебники и рабочие тетради для решения этой нашей методической задачи. Ну вот на сегодня все, уважаемые коллеги. Я следила за чатом, пока работала Марина Викторовна. Не было сегодня таких вот, каких-то вопросов, да. Еще раз пролистаю сейчас чат. Так, ну вот кто-то пишет использование игровых технологий на уроках биологии 17 июня. Да, это вот еще у нас будет вебинар. Так, ну вот здесь отзыв читаю. Нам очень приятно, когда вы отзывы даете. Доступно, кратко, интересно. Спасибо, мы очень признательны за такие отклики. Мы очень стараемся для вас. Да, материал мы даем большой, но материала будет еще больше. Будем обязательно вам еще дополнительных презентаций что-то подвешивать на последующих вебинарах. Поддерживайте актуальность. Да, я очень рада, что вы считаете эту тему методическую актуальной. И будем очень ждать, что вы присоединитесь к нам на последующих вебинарах. Наши учебники, рабочие тетради найдете в интернет-магазине. Я держу вот этот слайдик сейчас. Очень рекомендую вам с новыми рабочими тетрадочками познакомиться. И обратите внимание на богатство сервисов для учащихся и родителей, которые создала группа компаний про освещение. Пишите нам на горячую линию. Пишите какой-то запрос методический на освещение технических вопросов. Обратите внимание, что мы ведем еще вебинары под рубрикой обсудим с учителем и приглашаем вас там поработать и в качестве спикеров, и в качестве активных участников формирования тематики вебинаров. Всего вам доброго, хорошего вам дня и до новых встреч, коллеги! Продолжение следует... Продолжение следует...